В день празднования Собора Радонежских Святых, учеников преподобного Сергия Радонежского, молодежный отдел Тульской епархии провел в Белоусском парке Тулы очередной турнир по городошному спорту. Состязания, проходящие при поддержке спортивного клуба «Динамо» и управления Министерством внутренних дел по Тульской области, становятся доброй епархиальной традицией. Цель этого мероприятия – обратить внимание нашего подрастающего поколения на духовные ценности, на исторические и культурные особенности, которые наша Родина хранила в себе, которые зарождались у нас на Руси. Потому что спортивное и физическое совершенствование невозможно без духовного. И это звенья одной цепи. Именно поэтому мы совместно с епархией, очень приятно, что плечом к плечу проводим эти мероприятия, очень активно участвуют наши ветераны спорта, ветераны «Динамо», которые сегодня суют эти соревнования. Это очень символично, что вот это соревнование проходит сегодня в День памяти Собора Радонежских Святых. Вчера была, совершалась как раз память преподобного богоносного отца нашего Сергия, игумен Радонежского Всероссийского Чувотворца, который является покровителем всей нашей русской страны. И вот то, что мы возрождаем, традиционно русский вид спорта, это тоже великая победа нашему молодежи, потому что сейчас, к сожалению, молодежь увлечена многими западными такими играми, течениями, увлечениями, забывая свое русское национальное, народное. И хотелось бы пожелать тем участникам, юным участникам, которые сегодня делают первые шаги, чтобы они достигли множества побед. И вот тот маленький праздник, маленькое соревнование, которое проводится сегодня, но уже имеет такой большой статус межрегиональный, чтобы оно возросло в большие соревнования, и этот спорт возрождался по всей России. С праздником вас храни Господь! Соревнования по городкам привлекли в Белоусовский парк Тулу не только спортсменов и приехавших поддержать их болельщиков, но и зрителей, просто пришедших прогуляться по парку с детьми. Катались с ребенком в парке на велосипедах, увидели турнир по городкам, решили посмотреть. Интересная русская игра, хорошо, что возрождается. Я катался на велосипеде, пришел сюда, мне повариваются куватки. Городки – это простой по сути и очень увлекательный по накалу спортивных страстей спорт, объединяющий людей, независимо от их физической формы, пола или возраста. Этот спорт очень хороший, он не требует никакой подготовки и только желания. Из года в год данное мероприятие набирает обороты и силу, становится все более популярным среди жителей советского района и города Тулы, и Тульской области. К нам приехало сегодня несколько районов, Плавск, Новомосковск, другие районы, активно включаются. Федерация городочного спорта Тульской области развивается. В этом году мы планируем построить площадку стационарную в Тульском парке и две площадки на стадионе «Штамп». И это придает нам силу, уверенности, что все получится. Отрадно, что детишек все больше и больше и людей, которые понимают, что национальный вид спорта, городки, есть в России, что это присущая исконно русская игра нам, и активно включается молодежь. И это очень и очень радостно. А наше дело, советского территориального округа, Тульской епархии, Динамо общества, Федерация городочного спорта, всемирно поддерживать эту инициативу и ее развивать. Мы, георгиевцы, приехали снова в Московск, конечно, болеем на своих, но и других поддерживаем. Все вместе показываем хорошую, красивую игру, возрождаем старинный спорт. Да поможет нам Бог. У меня участвует дочка, я очень болею за нее. Надеемся, что в следующем году эти соревнования также будут проходить, и примем уже участие в более расширенном составе. Многие светские люди живут с ошибочным представлением о том, что православная молодежь замкнута и слаба физически. Небольшой городочный эксперимент молодежного отдела Тульской епархии, уже который раз показывает, как далеко это мнение от истины, и подтверждает, что действительно сильным человек делает вера и уважение к спортивным традициям своего народа.